Приветствую, друзья! В этот жаркий летний вечер я снова нахожусь в Мариуполе на Невском. И, конечно же, я прихожу сюда лишь с одной целью – заняться спортом на шикарной площадке на свежем воздухе. Но знаете, о чем я подумал? О том, что дальше этой спортивной площадки я никуда здесь не ходил. Поэтому сейчас мы прогуляемся с вами по территории этого жилого комплекса. Продолжение следует... Конечно, хорошие квартиры. Район хороший. Пока маловато именно в самом районе. Но так все потихонечку, потихонечку добавляется. Уютные квартиры, комнаты большие? Да, вот у нас однокомнатная, шикарная. Езди развернуться. Сколько квадратов? Сколько? 36,6. У нас раньше была вообще маленькая. А тут, конечно, все равно лучше, короче. Да, у меня двухкомнатная, 42 или 44, я не помню. Ну, восстанавливаю дом на Нахимово. Двухкомнатная, а у вас 36,6 одна комната. Класс. Да, ну, шикарно. Да, я тоже так считаю. Понял. То есть вы довольны, да? Естественно. Кто бы был бы не доволен? Согласен с вами. Хорошо. Ну, всего доброго. До встречи. Всего свидания. Вау, тут какие шикарные спортивные площадки. Здорово. Прогуливаясь впервые здесь, я даже не знаю, что за объекты здесь настроили. Скорее всего, что это школа. Добрый вечер. А не подскажете, это школа, да? Понял. Спасибо, спасибо. Да, друзья, это школа. Красивая школа и большая. Это все часть жилого комплекса Невский. Стадион большой, класс. На территории школы. Очень все красиво выглядит и чистенько. Здорово. В таком районе хочется жить. А вот там, друзья, между домами ЖК Изумрудный. Зеленые дома там. Очень красиво все сделали. И там дальше продолжаются стройки. Но дальше мы прогуляемся уже в следующий раз. Обязательно прогуляемся по ЖК Изумрудный. Над входом школы, друзья, написано Решай, ищи, твори и мысли. Отличный лозунг. Для детей и подростков супер. Сейчас я обойду эту территорию с другой стороны, друзья, И вернусь на спортивную площадку. Детская площадка с этой стороны. Слева еще одна спортивная площадка. Но здесь поменьше тренажеров. Здесь действительно очень-очень уютно. Мне нравятся такие районы, где невысокие дома. Хорошо видно небо голубое. Солнышко. Здорово. Широкие, большие, просторные дворы. Газоны. Тротуары. Все чистенько. Качественно и красиво. Здорово. Это детский сад. Добрый вечер. Как жизнь ваша молодая? Плохая. Почему? Говорю, улыбается и плохая. Ну, не говорите. Плохая тем, что старая. Я смотрю, мы на этих тренажерах, наверное, помолодеем. А занимайтесь спортом? Да. Поддерживаете себя? Молодцы. Умнички. Не надо выходить гулять, а то засидимся, чтобы... Все правильно. Быстро очень построили такие... Как не построили, все построили. Быстро построили. Люди не остались на улицах. Да, это важно. Это важно. Мы с собакой получили двухкомнатную. Супер. Собака имеет свою комнату, да? Отдельную. Да, это кайф для нее. Что осталось в моей прежней жизни. Ничего. В чем была и собака со мной. Все. Обалдеть. Так что мы с ней теперь, да? Друзья до гроба, да? Давай, целую. Класс. Да, они с нами до конца. До самого конца. Кушечка наша погибла. Собака. Привыкали в своих квартирах. По столько лет прожили. Выплатили кооперативные квартиры. Вот так остаться ни с чем. Выгнали. Да. Да, да. Согласен. Мы сходились в подвал, все мы пошли. Даже я даже и телефон не взяла. Думаю, а то все равно же каждый день мы там с подвала поднимались. А ну раз за одну ночь все изменилось круто. Все. Я представляю. Они обычно не пожили, если просто дома стоят там побитые, но хоть бы должно было по чем-то собрать. Но они же уходили, они все пожили. Подожили все дома одновременно. Да, 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 да. Нас всех выгнали на улицу. Так а у нас тут было сколько? 9-9 этажек, 14 этажка. Так они всех вот выгнали в один момент. Там все берутся там это, и как раз начался прямой бой. Потом начали, нас как раз этот момент всех выгоняли. Не знаю, зачем они это сделали. Ну, мы выскочили уже, когда горело. Когда горело там, да. Они уже отдыхались. Налегли спать, а потом... Я, честно сказать, не верили, что так радует. Не, не, я вообще в октябре уже получила. Быстро. Это быстро. Быстро очень, да. И все раздумывала. Я тоже в октябре концерта, да, да, да. Не в декабре. А заценила все в октябре. Не, ну и Василий нас тоже позже. Да, а мне он пишет, спрашивает, а где же жильцы? Я почему к вам подошел? А где жильцы? Здесь никто не живет. А где люди? Ну, где работают, где-то... Конечно, то же самое я отвечаю, да, да. Я хочу сказать, что сейчас вот это еще с этим смартфоном и люди... Если бы раньше этого не было, выходили, общались. Да, да, в интернете сидят дома, да. Ну, бабушки на лаваске так же сидели, как и здесь. Тоже там много людей, там нигде не бегало. Не бегало в последнее время так. Да, да. Да нормально все, хорошо. Просто люди не ждали. Как-то надо выживать. Конечно. Новая жизнь началась. Да, да. Новая жизнь. Новая эпоха. Она будет лучше, точно. Ближе к рыцкому кладбищу, чтобы... Да, ну глупости. При жизни нужно думать о жизни. Зачем думать о кладбище? Просто грустно. Грустно, согласен с вами. Все так, просто мы старые. Если бы мы были молодые, мы уже поднялись, что-то там как-то уже... Ну, зря говорят, что старые деревья очень плохо проживают. Ничего, все будет хорошо. Желаю вам здоровья крепкого. Меня зовут Игорь. Я здесь часто с ребятами, моими друзьями занимаемся спортом. Спасибо. Спасибо вам за то, что дали интервью. Вам удачи. Спасибо большое. До встречи. Спасибо и россиянам, кто построили. Да, согласен. Пошли на улице. Да, да. Парни, добрый вечер. Здравствуйте. Как дела? Отлично. Не против, если я возьму у вас интервью? Расскажите, вы местный? Да, теоретически, да. Да? Ну, теоретически, а практически? Ну, я 18 лет жизни прожил, в принципе, в Мариуполе. Но как начались боевые действия, через какое-то время я переехал в Питер. Понял. И вот там уже год проживаю в целом. Да. А ты? Я местный. Тут. Здесь, в этом районе живешь, да? Нет, в этом городе. А, в этом городе. Понял. А сюда приходите погулять, прогуляться, да? Да. Ну, мы так приходили район построить, потому что я здесь ни разу не был. Я вот только там два дня назад вернулся в город, и мне было интересно, в принципе, построить, что здесь построили новое, изменилось. Как ваше впечатление? В целом, район очень сильно похож на питерские районы. Если кто-то разбирается в Питере, там, на московский район, дома как будто бы вот скопированы оттуда, потому что по внешнему виду они идентичны. И атмосфера такая же, как будто бы вот где-то по Питеру ходишь, только людей поменьше. Ясно, ясно. Ну, то есть ваши впечатления хорошие? Да, потому что в целом город как-то начинает нормализироваться, улучшаться, в принципе, и приходить даже на уровень выше, чем который был раньше. Конечно, это заметно, да. Ясно, спасибо. А твое мнение? Тоже, да? Конечно, тоже. Я же его, он когда приехал, говорит, где тут можно места интереса посмотреть. Я говорю, это надо поехать на Невский. Или изумрудный, да, вот там дальше изумрудный. Да, да, ясно. Хорошо, парни, спасибо, спасибо. Всего доброго, здоровья, крепкого и счастья. Пока. Итак, друзья, это была небольшая прогулка по жилому комплексу Невский. Вы сами все слышали и видели. Всем мира и добра. До скорой встречи и пока. А меня ждет спортивная площадка.